Адвокаты просят отменить приговор четверым осужденным по делу избиения баскетболиста Игоря Нанаева. Напомню, трагедия произошла прошлой осенью возле одного из ночных клубов Петропавловска. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляцию осужденных. А в апреле суд приговорил пятерых североказахстанцев к большим тюремным срокам. Они получили по 8-9 лет лишения свободы. Удовлетворил ли суд апелляцию адвокатов, расскажет Ольга Файзулина. Обвинение против Бауржана Макатова построено на показаниях одного свидетеля, говорит адвокат. Она настаивала на противоречивости его слов. На заседании судебной коллегии защитник Макатова просила вызвать еще одного свидетеля, которого допросили на следствии, но не в суде. Удовлетворение данного ходатайства отказать по следующим основаниям. Салай Уданьер не являлся очевидцем избиения потерпевшего Нанаева. Он вышел из ночного клуба «Парк Сити» лишь в тот момент, когда Нанаев уже лежал на земле и не подавал признаков жизни. Он был лишь очевидцем драки между Макатовым и Македоновым. Женбатыр Аскеров старался предотвратить конфликт и даже вызвал охрану ночного клуба, говорит его адвокат. На участие молодого человека в драке указала лишь одна свидетельница. Но она могла перепутать Игоря Нанаева с его другом, говорит защитник осужденного Жени Смуратулы. Он попытался восстановить картину событий той ночи. Ссора произошла из-за девушек. Адвокаты настаивают на невиновности почти всех осужденных. Так от чего же умер подающий надежды спортсмен? Был роковой удар, считают они. Его нанес осужденный Димаш Кайбаров. Кайбаров – инструктор по рукопашному бою. Он не то что Нанаев, он там целую баскетбольную команду, если бы на то пошло, мог бы положить один. Адвокаты считают приговор суда первой инстанции односторонним и просят принять во внимание их доводы. Коллегия по уголовным делам была непреклонной. Приговор суда оставлен без изменений. Ольга Файзулина, Жулбосбекер Муканов. Новости МТРК.